Письмо графу Ростову У нас же Николинген День Ангела завтра Да Не тревожьтесь, он же здоров Я чувствую Письмо! Смотрите, это из его полка Граф Почерк-то не его Ну что вы ждете, папа, читайте Пьер, прочтите, я не могу Родные мама и папа Простите, что давно не писал Увы, я долго не мог владеть правой рукой Меня ранило в бою Но теперь я в госпитале и мне лучше Рука почти не болит, надеюсь, скоро выпишут Меня произвели в офицеры Не дождусь возвращения в полк Люблю вас, Николай Он ранен Он стал офицером Прочти еще раз, Наташа, пожалуйста Прочти еще раз Как славно Рука почти не болит И его выпишут скоро Ох, слава богу Так-то, графиня Скоро будет повод праздновать Живешь в окружении дорогих людей И радуешься им Страх утраты наваливается так неожиданно Согласен Я так счастлив, что Николай уцелел Я ужасно сердита на вас Вы так редко приезжаете Виноват Но я даже представить не мог Как изменится моя жизнь Пьер Я знаю, вас довольны Чтобы распознать лукавство Например, нынче вечером Вы не остаетесь у нас Но едете на прием княжной Элен Да Ее отец мой управляющий Потому и пригласили А что же вы не сказали мне? Что же тут скрывать? Нечего Правда нечего? А вы у нас не влюбились часом, а? Что такое любовь? Я не знаю Шутите Не верю Любовь живет в каждом Когда она придет Вы узнаете ее И как узнаю? Кольнет вот здесь Прямо под сердцем Звали отец? Вы уже который день встречаетесь Он по-прежнему робот Что ждать от этого увольня? Вы же знаете, что он за человек Как я выгляжу? Повертись-ка Ну, если это его не сподвигнет То уж ничто Сегодня на празднестве Все ждут твоей помолвки, Леля Положим конец неопределенности Что ж Раз у нас именины княжны Елен Я поднимаю тост за нее Поздравляю от всего сердца И да будете вы счастливы И здоровы Василий, что такое? А они передумали? О нет, маман Не тревожьтесь Дайте срок Они юные и стеснительные Нужно время, маман Дивный вечер, правда? О да Давно я так чудесно не отмечала именина Наверное, гости заждались Боитесь остаться со мной наедине? Нет Ничего Вы будто хотите прочесть мои мысли Так оно и есть Я знаю, о вас так мало Милый граф, я женщина И как все мы Хочу прислониться к мужской груди Вы думали К чьей? Того, кто любит Я люблю Я вас поздравляю О! Вот радость Не нахожу слов До чего я счастлив Такому зятю А тебе, Леля Лучшего мужа И не пожелаешь Благодарю Бог да благословит вас, дети Идемте Вот так Так вы гораздо красивее Пьер Не хотите снять очки? Виноват Она так прекрасна Пожалуй, слишком прекрасна И мы шире благословение Непринужденное Паять им жену себе Сию Елену Имам честны Отче Смотри Смотри, там Бежим Быстрее Так, караул Слезы не ко времени, Ростов Наш государь Поведет нас На великую битву Вы должны быть счастливы Конечно, я счастлив Я умру за него Я же ли скажет В раз умру Как я понял Государь хочет Как можно скорее Дать бой Да Боюсь, что так Но ведь рано или поздно Это произойдет Если хотим играть По наполеоновским правилам То да Если хотим победить То надо увлечь его в горы Измотать хорошенько Императору говорили Конечно Но император Отмахнулся от меня Видно, он считает Что автрицы Помогут ему победить Но его ждет сюрприз Здесь баталию не выиграть Бонапарт Совершил Серьезную ошибку Он отвел Свои войска И артиллерию От Кобельница И Сокольница Мы хотим Этим воспользоваться Обрушимся на него С холмов В працан И повернем нашу армию Вот сюда К югу Ударив Им Во фланг Простите, генерал Но не обнажим ли мы При этом маневре Собственный фланг Если французы Возьмут высоты Оставленные нами Они разрежут нас Надвое Этот план Утвердили Оба императора И генерал Аншеф Кутузов Не высказал Возражение Ваша светлость Господа Приказ Отдан Я все же думаю Он Не дальновиден Но диспозицию нам Не изменить Я уверен Что Каждый из нас Готов Исполнить Свой долг Итак Осталось лишь Обговорить Знаете, что самое важное Перед сражением М? Надо хорошенько Выспаться Вот так Честь имею Аустерлиц Хочу славы Хочу быть известным людям Хочу быть любимым ими Ведь я не виноват Что я хочу этого Что для одного этого Я живу Я никогда никому не скажу Этого Но, боже мой Что мне делать Смерть Раны Потери семьи Ничто мне не страшно Я все отдам За минуту славы Торжества над людьми За любовь к себе людей Которых я не знаю И не буду знать А если ничего не остается Кроме как умереть Что же Коли нужно Я сделаю это Не хуже других КОНЕЦ 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 Михаил Лорионович Чего вы ждете? Не по сердцу мне оставлять высоты без гарнизона Ваше Величество Но ведь мы спустимся и захватим Наполеона врасплох Не таков ли план? Да Мой государь Так с Богом, генерал Ашев Кутузов Начинайте Да Мой государь Там что-то движется, да? В тумане Может да А может нет, Ростов Это не наша забота Плохие новости, Ваше Величество Французы подтянули резервы из Вены Не все ли равно? Они прибудут лишь после сражения Уверенности нет КОНЕЦ КОНЕЦ Ох ты, Матерь Божья Скачите, мой государь Скачите немедля О чем он говорит? Там Французы КОНЕЦ Скачите, Ваше Величество Спасайтесь и помогаю вам Бог Генерал Вы ранены? Моя рана, мой позор Останови их, Болковский Не дай бежать Пусть удерживают позицию Спас перепрог Скачите, Ваше Величество Все назад! Затай здесь! В бой! Ради России! Орлы! Завой! Победу! Орлы! КОНЕЦ Как тихо, спокойно и торжественно Совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались Как же я не видал прежде этого высокого неба И как я счастлив, что узнал его наконец Да, все пустое, все обман Кроме этого бесконечного неба Ничего, ничего нет, кроме его Но и того даже нет Ничего нет, кроме тишины, успокоения И слава Богу Вот прекрасная смерть Вызывали меня? Батюшка Андрей погиб Я получил письмо от Михаила Кутузова На его глазах Его не вынесли из поля боя Слишком поспешно бежали Трусы Батюшка Иди, скажи Лизе Он ушел как герой Иди, иди Иди Что-то не так? Что-то не так? Ничего Больно? Нет Ты не поможешь мне прилечь Сейчас Сейчас Так лучше? Да От него новости есть? Нет Никаких Хоть бы Андрей и приехал Я так боюсь А знаешь Я буду его очень любить Куда ты? Подожди Постой Не могу Не могу Ростов Подожди меня Мама Николай Мама Николенька Мама Николай вернулся Петрушин О, Николай Николай Папа Николай Папа Таташа Таташа Как ты, Соня? Все хорошо Василий Денисов Мой командир Тот, кто спас мне жизнь Голубчик Василий Денисов Спасибо Спасибо за брата Наташа Ты измутила бравого гуса Такое может случиться только у нас Друг мой Василий Это моя сестра Наташа Друг Теперь я очень рад, что спас тебе жизнь Я верил, что могу на тебя рассчитывать Я скоро все верну Не спеши Нет ли каких известий об Андрее Балконском? Знаю, что он был под аустралицем Это все Сожалею Австрийцы Как же они нас подвели? Государь больше винит генерал-аншефа Кутузова А как же Наполеон? Его не считают виноватым? Простите Хочу представить вам капитана Долохова Я занята, не видите? Он мой старинный друг Он и становится у нас Решили огорошить Даже не удосужили спросить меня Пожалуйста, будь с ним радушна Счастлив видеть вас, графиня Муж покажет вам ваши покои Прошу прощения Меня ждут друзья Как вам угодно У меня нет намерения причинять беспокойство У тебя красивая жена Жаль, что предпочитает общество спесивых тупиц Ненавижу эти ее рауты Спасибо за гостеприимство Ну, ладно Идем Покажу твои комнаты Это совершенно невозможно Совершенно Это такой шарман Какой чудесный день Я влюблена В кого? Что значит в кого? Николай Никаких обещаний мне не нужно Знаю, все меняется И я не хочу тебя связывать Если ты не чувствуешь боли Соня, ты ангел Я не достоин тебя Вот и весь мой сказ Вы прекрасно танцуете, род мистер Денисов Кто знает, когда мне еще удастся потанцевать Мы с Николаем должны вернуться в полк Так скоро? А нельзя ли задержаться? Я бы очень этого хотел, но Увы, невозможно Натали, решайте мою судьбу Жизнь моя сейчас в ваших руках Я... Что вы? Выходите за меня Что ты сказала? Только что после танца Как он посмел? Мама, голубушка, не сердитесь Он не виноват Наташа Ты влюблена в него? Нет Я клянусь Я не давала ему по... А может и не так Он милый, мне его жалко Я же ненарочно Мама Мой дружочек, успокойся Я не хочу, чтобы он мучился из-за меня Что же делать? Простите, мне прежде надо было поговорить с вами Василий, да, надо Но наша семья слишком вам благодарна Так что вы прощены Я боготворю вашу дочь Вы все так добры ко мне Что я забылся Вообразил Так тепло в вашей семье Вот и не сдержал себя Не тревожьтесь В нашем доме Вам всегда рады Василий Дмитриевич Мне приятно было услышать признание в любви родмистр Денисов Однажды и с вами это случится Я уверена А почему его все нет? Ну я ангел Ты о хорошем думай сейчас Тебе помогут Книжна Книжна Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Тихо, тихо Доктор уже здесь Я встречу Дыши Тихо, тихо, тихо Андрей Андрей Маша Андрей Он ты жив? Маша Андрей Андрей Как Лиза Пойдем в дом Чуть-чуть-чуть. Дыши, дыши. Да. Войди. Бог милостив. Лиза. Лиза. Душенька, это я. Что вы сделали со мной? За что? За что? Пора уже. Лиза. Помогите ей. Идем. Идем, Андрей. Прошу, оставь ее. Все хорошо, все хорошо. Идем, все будет хорошо, оставь ее. Я еще помню, как родилась княжна Мария, тогда вон тоже доктора не было, но обошлось же. Что ж, выходит, они опять напутали. Покажись, покажись. Да. Ты живой. Ха-ха-ха. И погиб ты хорошо, тоже дело. Не многим удается пасть геройской смертью и потом рассказывать. А-а-а-а. Батюшка, отныне все будет иначе между Лизой и мной. Добро. Вот это уже по мне. Я не любил ее, как должно было. Мне теперь дам второй шанс, и я не упущу его. Нет, это бабское дело. Оставим. Идем. Андрей, идем. Идем. Андрей. 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 Прости меня, ангел мой. Прости меня. Прости меня. Немыслимо. Андрей успел лишь к последнему вздоху жены. Почему он раньше не был рядом с ней? Лечился после ранения. Я поеду к ним. Скоро. Может, вы со мной? Я не против, Пьер. Но у меня есть некие обязательства, принятые приглашения. Меня ждут люди. Бог с ними. Ну, нет. Езжайте к другу. Я тут вполне одна управлюсь. Хорошо. Не желаете вставать? Сегодня солнечно. Мы могли бы прогуляться. Мигрень с утра. Это не впервые? Вы, сударыня, не беременна? Беременна? Что за вздор. У меня нет ни малейшего желания заводить детей. Андрей. Наконец-то успокоился. Как похож на тебя. Ведь жизнь не сводится к военной службе. У тебя всегда было много интересов. Я вел такую жизнь, какую выбрал для меня мой отец. Но сейчас... Андрей! Андрей! Пьер. Можешь ли ты вообразить ту муку, когда любишь кого-то, надеешься все исправить? И вот ты здесь. Держишь ее за руку и видишь конец. Расскажи, как твои дела? Что женить вам? Элен и я очень разные. А ты счастлив? Моя жизнь изменилась. У меня много планов. Я хочу положение крестьян улучшить. Стараться ради других – радость для меня. Останетесь хоть ненадолго? Если позволите. А сойдет распутиться, тогда хочу объехать свои имения. Взглянуть, как реформы идут. Реформы? Дело. Что за реформы? Ну, строю школы, отпускаю крестьян, стараюсь обучить их хозяйствовать самостоятельно. В этом роде. Что? Это дикость. Вы обрекаете их на прозябание. Нет, 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 нет. Худшее, что может быть, это заставить мужика решать. Мужику надо точно говорить, что ему делать. А иначе, иначе он слахереет или будет спиваться. Так, Андрей? Если Пьер верит, что перемены во благо идут, пусть старается. Пьер, я подумала, может, пригласите Андрея в поездку по имениям? Мысль блестящая, не так ли? Смотрите. Что случилось? Смотрите, какая красота! Он будто говорит, весна, любовь и счастье. Вы верите в жизнь после смерти? Поверил бы. Как бы я мог поверить в эту жизнь? Я как этот старый дуб. Не хочет он видеть ни солнца, ни весны. Я не соглашусь. Жизнь ваша не кончена. В тридцать один год. Главное – жить. Главное – любить. И главное – верить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не разгоняйся. Осторожней. Ох, как лихо скачет. Кто это? Так вы не узнали? Наташа Ростова. Пьер и князь Болконский. Вот приятный сюрприз. Так вы к нам едете? Мы собрались в мое имение в Лизане. А-а-а. Река размыла берег. Дорогу наладят дней через пять. Погостите у нас. Этот казак – моя дочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соня! Соня! Угадай, кто приехал? Князь Андрей. Выдумщица ты. Вон он, смотри. Надень новое платье. Зачем? Оно тебе очень идет. Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разве возможно вот так радоваться? Вы о Наташе или о Ростове? Смелее, вы танцуйтесь с нами, Пьер! Ух! 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 Молодцы, 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 на дело 40 градусов. Соня, ну как можно спать? Ты посмотри, что за луна. Ведь эдакой прелестной ночи не было никогда. Душенька, голубушка, поди сюда, ну. Видишь? Так бы вот села на корточке, вот так. Подхватила бы себя под коленки. Душа, как можно тоже натужиться надо. И полетела бы. Вот так. Полно, ты упадешь. Видит ли луну князь Андрей? Может, и видит. Он верно ужасно страдал? Иначе, почему же он вовсе не улыбается? Так не бывает? Я верю, он еще будет счастлив. О, боже мой, что за прелесть. Ах, так бы и полетела. Андрей, с чего это вы вдруг? Не могу задерживаться. Но мы же... Я обещал Николушке, что скоро вернусь. Еще увидимся. Объяснить свое владение. А мне надо назад, лысый горы. Прощай, дружище. На. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы представляем две могущественные державы Европы. Именно нам сегодня решать судьбы континента. Россия и Франция воедина. Старая империя и новая. Только новая может изменить ход истории. Дать импульс старому. Но старое прочное основание для нового. Подобный союз изолирует и ослабит Англию. Принесет свободу, братство и равенство всей Европе. Да, условия для заключения мира ясны. Ежели обе стороны уважают договоренность. КОНЕЦ Как все красиво. Думаешь, он здесь? Наверное. Он должен быть. Весь свет празднует мир. О, а это голландский посол. А вот Калинкур из Франции. Графиня Безухова. Графиня Безухова. Графиня Безухова. Графиня Безухова. Графиня Безухова. Графиня Безухов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку я в распоряжении генерал-аншефа... Андрей! Пьер! Простите. Не знал, что вы приехали. Спиранский зовет меня в новую комиссию по военной реформе. Я еще не принял приглашение, но... Все же решил выйти в свет. Смотрите, Наташа Ростова. Помните? Пригласите ее. Эта девушка прелестно танцует. Любезный граф, любезная графиня, вы позволите пригласить вашу дочь? Конечно, князь Балконский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Если она глянется сейчас... Что? Если она глянется сейчас, она станет моей женой. Не слушай ее, не взначай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!